Сейчас все равно пульсирует в Хабаровске, где арестовали избранного, а не назначенного губернатора Фургалой, где сейчас находится Василий Полонский. Я хотела бы прочесть одну еще небольшую новость прямо сейчас с телефона. Адвокат Сергея Фургала благодарит жителей Хабаровска за митинги, но не одобряет их. Вот это передает слова самого Сергея Фургала. Его адвокат. Говорят, что таким образом, получается, Фургал сливает протест. Вася, что у вас происходит сегодня? Слышал ли ты об этой новости, о том, что Фургал против митингов? Ань, привет. Нет, к сожалению, я не слышал. Для меня сейчас это стало новостью. Я понимаю, что зрители могут подумать, что это непрофессионально, что я не в курсе событий. Но, правда, тут никто этого не обсуждает. Мы сейчас в том числе поговорим с людьми, которые еще остались на площади. А я хотел бы напомнить, что в Хабаровске, я думаю, проходит самый главный дисциплинированный митинг, который я видел за всю свою жизнь. Я много работал на разных акциях. Ровно в 22.00, криком «Спасибо полиции», тут заканчиваются акции протеста. Я бы хотел рассказать о том, как проходил сегодняшний день, потому что ночью, с среды на четверг, произошло довольно интересное событие. Все чаты людей, которые тут организовались ради митингов, местных жителей, все их взломали, и всех пользователей, которые там были, местных жителей, рыбовчан, удалили оттуда. И мне удалось поговорить с одним мужчиной, который был в одном из таких чатов, и вот что он мне рассказал, как это произошло, и показал в том числе один из таких чатов. Давайте послушаем его. У нас все взломали, все чаты взломали, позаблокировали, поудаляли людей, позвучеркивали все. Это все заблокированные чаты. Вот я не могу писать туда. Всех поудаляли. У вас есть догадка, кто это вообще сделал? У нас все службы или хакеры Москвы с Москвой какими-нибудь. Потому что мы в группах не скрывали, приглашения всем давали. Нам скрывать, если у нас мирный, митинг мирный за курдалом. Мы создали новые группы. Также общаемся. Нас не напугать. Ну, вообще, уже тут готовится к субботе. И многие из тех, кто собирается, приходят сюда на площадь Ленина. Кстати, в прошлом она называлась площадью свободы. Забавный факт. Они уже думают о том, что будет суббота. Завтра, кстати, тут будет день тишины. Никаких акций проходить не будет. А вот субботу ждет, как мне обещали местные жители, и самая крупная акция придет сюда по планам митингующих. Намного больше, чем было даже в прошлую субботу. Я напомню, что по разным оценкам пришло от 13 до 50 тысяч человек в центрах Хабаровска. Так вот, тут появилось уже свое такое творчество. Уже готовят плакаты. И вот, например, я попрошу сейчас наших режиссеров показать слайд. Вот такой плакат, что разыскивается губернатор Тургала, требует помощи найти нашего губернатора. Таких плакатов очень много. Они уже постепенно появились в социальных сетях. Их раздают людям, уже их печатают. И я думаю, что в скором времени мы можем увидеть и флаги на митингах, и больше плакатов. Вот сегодня, например, на акции я уже видел большое количество плакатов, в отличие, например, от акций, которые были вчера и позавчера. Хотел бы еще поделиться одной интересной информацией. Хабаровск в прошлом город криминальный. И поэтому тут неудивительно встретить какого-то бывшего криминального авторитета. И в том числе мне рассказали. Вот сидел мужчина просто на лавочке. Он в том числе пришел на акцию в поддержку своего губернатора. Его зовут Сергей Податев. Он в конце 80-х, в начале 90-х возглавлял, вообще не возглавлял, а был одним из членов ОПГ «Общак», так оно называлось. Так вот, мне стало интересно, человек, который был криминальным авторитетом 90-х, вполне возможно, знает и должен в курсе быть о том, что губернатор тоже занимался каким-то криминалом в нулевые. И вот, что он нам рассказал, и как он отвечал на мои вопросы. Давайте послушаем. Я немножко как бы отслеживал за обстановкой, за фугалом, за действием. Я думаю, что он не мог быть с этим связанным. Ну, он как предприниматель, он, конечно, общался и с представителями власти, и с представителями правоохранительных органов, и с представителями улицы. Но именно вот пойти на такой шаг он не мог, потому что, ну, видно же человека по его действиям, по его общениям. Так что я думаю, что этого не могу. Не могу не спросить, он занимался металлом, сбором металла. Считается довольно бандитским таким бизнесом, всегда считалось в России. Поэтому вам вообще известно о том, что он как-либо когда-либо связан был с криминалом? Нет, мне этого неизвестно. Ну, конечно, я не могу сказать там на 100%, потому что меня в этот период времени не было. Я в июле 95-го уехал в Хабаровске, и винов-то только в июле 2005-го года. То есть вот эти все события, которые сейчас ему извиняют в вину, они произошли в тот период, когда меня не было в Хабаровске. И в дальнейшем мы тоже с ним так не общались. Но я знаю немало людей, которые с ним общались близко, и все задеваются о нем хорошо, и никто не видит, что он мог вот что-то допустить. Ну, довольно интересное мнение своей точки зрения, потому что только криминальный авторитет, можно вам сказать, занимался человек в 90-е или в нулевые, какой-либо преступной деятельностью. В общем, тут, конечно же, Хабаровск такой удивительный край, где можно встретить абсолютно разных людей из разных сфер. По поводу того, что сейчас происходит на Площади Свободы, то есть сейчас тут такой импровизированный концерт, поют группу порнофильма, песню про дядю Володю. Что, может быть, минут 20 назад, если тут было больше митингующих, то это восприняли как провокацию, потому что, напомню, что слово «Путин» и любые лозунги, связанные с Путиным, считаются тут провокацией. Но давайте мы пообщаемся с людьми, которые тут пришли, потому что, я думаю, и их должно удивить, что мнение губернатора об этих митингах сейчас мы попытаемся узнать. Здравствуйте, можно короткий вопрос вам задать? Да нет, коротко. Смотрите, сегодня просто адвокат Фургала сказал о том, что он против несогласованных акций, которые проходят в Кабаровске. Он благодарит жителей, но он против этого. Как вы относитесь к этому мнению губернатора? Если честно, мы его слова адвоката не совсем воспринимаем всерьез, потому что он какой-то сомнительный. Почему? Это мнение общественности, это не только мое мнение. Всех смущает. Я понял, спасибо огромное. Сейчас мы еще зададим людям тут вопросы. Тут от меня многие убегают. Здравствуйте. Вы сегодня были на акции? А вообще поддерживаете вот эти митинги? А сегодня такая информация сказала, что адвокат Фургала сказал, что он против, сам губернатор против этих акций, но благодарит всех жителей за то, что они его поддерживают. Как относитесь к этому мнению губернатора? Вы хотели, чтобы он сказал, да, я поддерживаю, идите за меня. Ну что, дайте еще лопату и яму. Я понял, спасибо огромное. Ну, мне кажется, вот эти два комментария, они показывают общее мнение по поводу и адвоката губернатора, и по поводу того, что это довольно адекватная реакция пока еще действующего чиновника, губернатора Хабаровского края. Ну, а я продолжу слушать порнофильмы, надеюсь, что я успею записать всех героев, которых я хотел, и выйдет репортаж. Ну и давайте, конечно же, послушаем самого адвоката, послушаем, что он сказал. Мы так немножко в преддверии поговорили уже тут с людьми, но давайте все-таки вы услышите, что сказал адвокат губернатора Хабаровского края, который находится сейчас в СИЗО. Пока нет разрешения следователя на свидание, хотя оно по закону не требуется. До настоящего времени, это нам известно от самого Сергея Ивановича, это бытовые условия. Он не получал ни передач, ни посылок, ни писем, ни свежих газет. У него нет телевизора. У него нет то, что мы называем связи с внешним миром. Сергей Иванович Фургал никакого отношения не имеет к тем выступлениям жителей Хабаровского, его там избирателям. Он их благодарит, но он сегодня заявил в суде, что он не одобряет этих массовых выступлений, поскольку он губернатор края, и считает, что его избиратели должны вести себя в рамках действующего законодательства. Да, но я хотел бы еще в конце напомнить, что завтра день тишины, и завтра никаких акций в Хабаровске не планировалось. Но вот сейчас появилась новость, что коммунистическая партия, местная КПРФ, завтра проведет акцию, лозунги будут немножко другие, но, кстати, она будет несогласованной, что, в общем, удивительно, что официальное представительство партии КПРФ в Хабаровске будет проводить неофициальный митинг в городе. Поэтому, в том числе, я думаю, я завтра посещу эту акцию и узнаю вообще, какие лозунги у коммунистов, но я точно, я общался с представителями этой партии, я знаю, что они выступают за открытый суд над губернатором, и честные, и требуют, чтобы его судили скорее тут в регионе, чем в Москве. Ну, вот такая ситуация в Хабаровске. Я еще не раз включусь в прямой эфир телеканал «Дождь», и, конечно же, тут все в ожидании субботы, и самой крупной акции, которая должна тут пройти. Но Хабаровск продолжает протестовать, и я думаю, что он будет делать еще это очень долго. Аня, передайте слово. Спасибо большое. Это был Василий Полонский, который уже несколько дней работает в Хабаровске. Самой сейчас горячей, неспокойной точкой в стране. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...